Компьютерное обучение специалист Компьютерное обучение специалистов 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 но чтобы стоимость основных средств была справедливой и не отличалась от текущей восстановительной стоимости. Переоценка производится путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Это уже пункт 43 методических указаний по учету основных средств. Переоценка основных средств производится путем пересчета его первоначальной стоимости. Если данный объект переоценивался ранее, из суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. Результаты переоценки по состоянию на конец отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленным. То есть здесь ключевое, не чаще одного раза в год на конец отчетного периода. Мы с вами сейчас в примере 1С посмотрим, чтобы было удобно начислять амортизацию и видеть влияние, как изменялась в динамике переоценка, оценка со временем, мы будем помесячно с вами использовать изменения, начиная с января 2016 года на примере. И посмотрим, как влияет переоценка и как влияет уценка. Значит, по результатам переоценки может быть дооценка, может быть уценка. То есть мы сказали, или 83 счет используем, или 91 счет, все зависит от того, что было до этого с основным средством. Сумма оценки относится на финансовый результат, сумма дооценки, переоценки тоже на финансовый или на добавочный капитал, все зависит от того, что в истории. Значит, в налоговом учете сумма дооценки не признается доходом и на предначисление амортизации не учитывается. То есть сумма амортизационных отчислений в налоговом учете будет константой 257 статья налогового кодекса. Соответственно, всегда любая переоценка в бухгалтерском учете повлияет на разницу между бухгалтерским и налоговым учетом. Ну и, что было 18.02, стоит применять. Возникнут постоянные разницы, которые налоговый кодекс никогда не будет признавать. Для целей налога на имущество есть свои особенности. Вы должны понимать, что если налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, в этом случае, Юрий, мы ничего не делаем. То есть из кадастровой стоимости налоговая база в принципе не меняется. А если исходя из остаточной стоимости основных средств и нет кадастровой, то в этом случае остаточная берется именно по бухгалтерскому учету. Если вы переоценили основное средство, у вас будет переоценка увеличивать налоговую базу. Когда есть смысл переоценивать или дооценивать? Значит, стандартная логика отражения операций в 1С такова, что мы будем показывать первичную дооценку основных средств с использованием специального субсчета. В красной нити у нас пройдет счет 83.01.1. То есть будем использовать этот счет как раз для цели переоценки. Пример и все будем рассматривать сейчас в реальной программе 1С-бухгалтерии, на которой мы занимаемся в аудитории. Значит, 83 счет добавочный капитал. Счет предназначен как раз для накопления всех переоценок. Всех переоценок в разрезе основных средств. То есть у нас обязательно будет аналитика, основное средство. Я буду видеть, что какое основное средство переоценивалось, какое уценивалось и так далее. Значит, приказом руководителя мы проведем операцию. В программе 1С частично, не все операции автоматизированы. И мы сейчас посмотрим и увидим, как отражать переоценку. На баланс, мы догадываемся, повлияет, потому что если остаточная стоимость меняется, все остальное тоже меняется. То есть главный нюанс при работе с основными средствами в том, что у вас должно быть прежде всего под рукой 1С-бухгалтерия. Мы работаем с новейшим релизом 1С-бухгалтерия 3.0.44.188. От 1 ноября 2016 года. Значит, у нас типовая бухгалтерия, редакция 3.0, версия проф. Прежде всего, начиная работу с 1С, для начинающих бухгалтеров напомню, что вы всегда имеете возможность проверить тот или иной участок учета. Вот если я визуально вижу, что у меня в разделе, на панели разделов, в разделе «Основные средства» и «Материальные активы» нет документов в части переоценок. То есть, если опираться с основными средствами, мы идем, конечно, в раздел «УС» и «НМА». В разделе «УС» и «НМА» смотрим. У нас здесь блоки «Поступление», «Учет», «Выбытие», «Амортизация» и «Параметры амортизации». Нам нужны будут сегодня параметры. Но самого блока, связанного с переоценкой и с изменением стоимости основных средств, здесь я не вижу. Правильно? И если я не вижу, как отразить переоценку основных средств, она в учете имеет место быть, я всегда буду пользоваться помощником корреспонденции счетов, который научит меня правильно вести учет для тех сложных ситуаций, когда я не знаю, что отражать, как отражать, если и есть ли вообще это в 1С. Первое, что мы сделаем, мы зайдем в раздел «Главное» «Вести хозяйственную операцию» и попробуем проверить 0.1 счет по дебету, насколько он автоматизирован. Ну и наше правило гласит, классическое, что если по полю документ у вас пишет слово «Операция», значит, не автоматизировано. Если пишет другое поле, принятие к учету, перемещение, модернизация, значит, автоматизировано в 1С. Я вот могу просмотреть, дебет 0.1 частично автоматизирован, скажу так, на 80%, а частично не автоматизирован. Что это значит? Это значит только одно, что именно те операции, которые мы сегодня хотим с вами рассмотреть, по дооценке основных средств при первой, при ранее уцененной изменении первоначальной стоимости, то есть мы говорим, что эти операции, они не автоматизированы. Соответственно, как мы создадим нашу первую операцию? Я пока не хочу ничего переоценивать по той простой причине, потому что я должен посмотреть, а есть ли что-то на балансе, что можно переоценить. То есть если есть на балансе то, что можно переоценить, мы переоценим и сделаем это. Если этого ничего нет, мы, конечно же, должны вначале понять, а что у нас есть на балансе, что можно было бы переоценивать. Значит, стандартные я люблю анализировать наличие основных средств через отчеты анализ субконта. Через стандартный отчет анализ субконта. Хотя есть множество других стандартных частей основных средств, заточенных под основные средства, но анализ субконта – идеальный отчет для нашей аналитики. Отчет и анализ субконта. Выбираю, например, период 15-й год, год 15-й, на конец 15-го года. Хочу посмотреть в разрезе основных средств. Есть ли у нас что-то в основных средствах? И вижу, есть автомобиль, есть компьютер, есть торговое оборудование. Значит, в чем плюс анализа субконта? Что я для каждого основного средства вижу сразу все принятия к учету и все начисленные амортизации. Видим? У нас были введены остатками на начало года, поэтому сейчас все переоценки мы начнем так. В январе, феврале, в марте и прочее. Объясню почему. Чтобы не вести учет в будущем на годы вперед. Если переоценку я буду делать однократно на конец года, то, соответственно, мне надо, чтобы показать вам всю динамику всех переоценок, 5-6 лет вперед уйти. И закрывать 12 месяцев в году по 5 лет на 60 месяцев, нам не хватит времени сегодня. И я подумал, что лучше показать пример на уровне ежемесячных переоценок. То есть, например, в январе переоценим там один объект, в феврале другой, третий, или один и тот же будем сейчас переоценивать разные месяцы разными суммами. Напоминаю, все изменения с основными средствами вступают в силу с первого числа месяца следующего, после таких изменений с основным средством, согласно ПБУ 6. И методические указания по учету основных средств. Для целей налогового кодекса мы говорим, что эти все наши переоценки не будут нести сущности и не дадут нам право завышать амортизацию и начислять ее. Потому что я могу переоценить 100 раз основное средство и буду завышать амортизацию в налоговом учете. Только налоговый кодекс не признает таких переоценок. Поэтому прямо сейчас мы видим, что есть автомобиль, компьютер, торговое оборудование и можем смело взять на вооружение этот факт и начать переоценивать. То есть, первое, что мы сделаем. То есть, мы возьмем автомобиль и для автомобиля осуществим переоценку. Ну, или компьютер. У нас компьютер 4500, можем его переоценить. Курс поменялся, мы его покупали еще по старому курсу, допустим. Соответственно, его текущая рыночная стоимость у компьютера может стартово уцениться, а у автомобиля стартово вырасти. Ну, мы знаем, что и техника офисная, и автомобиль. Автомобиль вышел из автосалона, уже потерял свою ценность. Ну, бывают всякие ситуации. То есть, покупали за 600 тысяч, а теперь он стоит 900. Может же быть такое? Даже бэушный стоит 900. Хорошо. Начнем. То есть, я, конечно, воспользуюсь корреспонденцией счетов. То есть, я могу идти в журнал операции, операции, введенные вручную. Но вы увидите именно на наших курсах, в чем отличие просто операции, введенных вручную, от главного ввести хозяйственную операцию. То есть, чему отдавать приоритет, уже вам решать. Но я хочу стартово попробовать произвести первоначальную переоценку, именно первоначальную переоценку основных средств. До этого не было ничего. То есть, если до этого были уценки, я буду думать, что ранее уценка будет в расходы. А если это уценки было по сумме незначительно отражено, то переоценка превышает, то вы еще захватите и 83 еще. Ну, мы посмотрим чуть позже, а начнем прямо сейчас. Значит, у нас пробуем ввести хозяйственную операцию на дату. Допустим, на 30 января, на 29 января 2016 года. Стандартно вы будете делать всегда переоценки, оценки, отражать факты жизни в учете, связанные с дооценкой и оценкой, только на условный конец года. Сейчас же мы отразим с вами на конец месяца и будем замечать, что будет происходить в закрытиях месяца. Значит, на 29 января мы скажем, что наш автомобиль прирос в цене на 120 тысяч рублей. Или с неким коэффициентом прироста перерасчета в одну пятую раза, или 0,2. То есть, если его стоимость была 600 тысяч рублей, пятая часть – 120 тысяч. Соответственно, 600 минус 600, всего 0, 5 на 120, то есть 120 тысяч прироста первоначального. Я почему вам показываю этот расчет и коэффициент, насколько приросло? Потому что, если вы просто укажете 120 тысяч прироста основного средства, этого недостаточно. То есть, вы должны параллельно с дооценкой основного средства автомобиль, причем, Юрий, мы указываем всегда автомобиль, что он прирастает как по дебету, активы у нас растут по дебету. Добавочный капитал, счет пассивный или активный капитал? Пассивный. Пассивы увеличиваются по кредиту. Третий тип хозяйственных операций – растут активы, растут пассивы, все хорошо. И я отражаю 120 тысяч прирост автомобиля. Тут сразу вопрос. Я хочу в этой же операции здесь и сейчас показать, что у меня происходит непосредственно амортизация. И она с коэффициентом перерасчета 1,2 тоже должна быть увеличена. Или же хочу в отдельный. Я всегда советую в той же самой операции сделать еще одну проводочку на этот автомобиль с корректировкой этой суммы. Попробуем. Значит, прямо сейчас про налоговый учет я вам расскажу сейчас. То есть, что это, в налоговом отражается или нет. И как откорректировать. То есть, откорректировать всегда можно руками. Так как это ручные операции, я руками буду указывать сумму бухгалтерского и налогового учета, что в налоговом – 0, а в бухгалтерском – 120. Мы знаем золотое правило работы в 1С, если применяется по 18.02. То есть, у вас сумма операции в бухгалтерском учете всегда должна быть равна сумме в налоговом плюс постоянные разницы плюс временные. 120 равно 0 плюс 120 плюс 0. Видим? То есть, постоянная разница в части непосредственно первоначальной стоимости. Также мы разницу отразим. И просто смотрите, почему у меня всегда есть соблазн создать еще одну операцию на амортизацию. Потому что есть корреспонденция счетов. И я в этой корреспонденции могу проверить и создать точно такую же проводку, только с 0.02. Но я прошу вас, желательно, в одном документе, чтобы вы понимали, что в поле комментариев можете написать дооценка в левом нижнем углу автомобиля. И напишу себе рядом коэффициент 1.2. То есть, я себе пишу всякие заметки в комментариях, что у меня произошла дооценка автомобиля с коэффициентом 1.2 и расчет. Конечно, вы будете подтверждать рыночную стоимость. Как подтвердить рыночную стоимость? Конечно, оценщиками или самостоятельным расчетом, законодательно, документально, верно оформленным. Мы кликаем кнопку «Добавить» и пробуем. Дебет счета. То есть, смотрите, у вас добавочный капитал увеличивается на сумму прироста основного средства. И тут же стартово уменьшится на сумму прироста амортизации. То есть, 83-й счет. Есть у него множество субсчетов 1С. Теория мухучета мы просто говорили 83-й счет добавочный капитал. А здесь мы видим прирост стоимости основных средств, прирост стоимости материальных, прирост прочих. У нас прирост стоимости основных средств 83.01. Какое основное средство? Автомобиль. То есть, мы должны показать, что у нас по дебету 83-го уменьшился, по кредиту 0.2-0.1. Стандартная амортизация у нас не была сдана в аренду и не арендованная. Соответственно, автомобиль на сумму. Вот как посчитать сумму амортизации, если я ее не помню или забыл? У меня под рукой всегда анализ субконта. Временно вы всегда можете, уважаемые слушатели, вы всегда можете временно проверить. То есть, временно записать документ, если вы не закончили еще с ним работу. Значит, мы переоценили 600 тысяч на 1.2. Почему я не пишу 720 тысяч, а пишу только 120? Я только на дельту увеличиваю, потому что переоценка – это увеличение уже существующего объекта. То есть, мы смотрим анализ субконта, и я вижу, что у меня есть автомобиль на 600 тысяч, и есть амортизация на 7143 рубля. Конечно же, я зайду в операцию, и сумму 7143 рубля. Прямо здесь в формочке суммы воспользуюсь калькулятором. Сумму 7143 рубля умножу на коэффициент пересчета 1.2. Но если я посчитаю эту сумму и увижу, что 8571,6, мне нужно от этой суммы отнять сумму, которая у нас была. То есть, или сразу умножить на 0.2. 7143 умножить на 0.2. 7143 умножить на 0.2. Окей. Вот именно на эту сумму я переоцениваю свою амортизацию. Правильнее говорить не амортизацию, а износ. Ведь это амортизация не за один месяц, а за весь период использования, которая была. Может, там физически за один. Но глобальный износ – это накопленная амортизация за весь период эксплуатации. Я пишу «износ», «переоценка». То есть, мы переоценили в бухгалтерском учете. Заметьте, 0.2 счет у нас кредитовый. Поэтому в налоговом учете, когда я буду рассматривать и пересматривать суммы в налоговом учете, я понимаю, что в налоговом учете у меня по кредиту будет 0 и сумма 1428.60. То есть, у меня будет опять-таки разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Однозначно, если сели на грабли переоценки, у вас всегда будут разницы, и вы ничего с этим уже не поделаете. Это нормально, мы говорим «хорошо», пусть будут. Значит, нажмите, пожалуйста, «записать» и посмотрите бухгалтерскую справку. В бухгалтерской справке у вас данные бухгалтерского учета, сумма 120 тысяч, переоценка с плюсом, дебет 0.1.0.1, кредит 83-го и дебет 83-го, кредит 02-го, амортизация на сумму 1328.60. Мы применили с вами коэффициент пересчета. Значит, так как мы не меняем с вами налоговый учет, мы должны понимать, что для целей налогообложения недостаточно просто в 1С ввести проводки, о которых сейчас идет речь. Поэтому надо корректировать регистры в налоговом учете. Что значит корректировать регистры? Юрий, закройте печатную форму. То есть для целей бухгалтерского учета мы все сделали. Для целей разницы между бухгалтерским и налоговым учетом мы отразили постоянные разницы в налоговом учете. Ну, то есть налоговым 0 не отражали, и разницы между бухгалтерским и налогом составили постоянные разницы. Так вот, я хочу скорректировать регистры, то есть когда мы занимаемся переоценкой, а так как переоценка не автоматизированного 1С, вы это увидели, операция, не автоматический документ, который автоматом делает движение, а операция, я должен дополнительно в этой операции скорректировать регистры для целей налогового учета, мне нужен регистрик параметра амортизации основных средств налогового учета, параметры амортизации основных средств налогового учета. Значит, заходим все по кнопке еще, у вас в 1С много еще, какую нажимать, вот табличная часть еще позволяет работать с кнопками, добавить, изменить, вывести список, сортировать, а мне нужно самое верхнее еще, которое касается именно всего документа. И вот в регистрах я найду параметры амортизации для целей налогового учета. Первая закладка регистры накопления, а мне нужны регистры сведений, то есть регистры сведений, как раз сведения о том, какие параметры. Ну, я могу попробовать параметры, то есть я выбрал регистры сведений и написал на клавиатуре пар, параметры. У меня есть параметры амортизации ОС, бухгалтерский учет, налоговый учет, то есть мне нужна именно данная область для целей налогового учета. Итак, пробуем указать в параметрах амортизации основных средств сведения, что есть автомобиль, что есть срок полезного использования и есть постоянная разница для вычисления амортизации. Значит, кликаем галочку, ставим, включаем, параметры амортизации, окей. Смотрим закладочку параметры амортизации. Юрий, получилось? То есть, когда вы нажали еще выбор регистров, ищите в регистрах сведений параметры. Когда вы нашли параметры амортизации основных средств, бухгалтерский учет, вам нужна галка в налоговом. То есть, если вы увидели бухгалтерский учет, то нам нужна галочка налоговый учет, потому что именно в налоговом учете нам нужны эти сведения и отклонения. Значит, ставим галку параметры амортизации в налоговом учете. Окей. И у вас вторая закладка появится в этом документе. То есть в операциях тоже может быть множество закладок, если мы дополнительно руками правим регистры. В параметрах амортизации кликаем «Добавить», выбираем ручками наш автомобиль, срок полезного использования данного автомобиля. То есть всего, допустим, у нас основное средство используется 7 лет 84 месяца. Процент годовой амортизации указывать не буду, так как эта сумма непосредственно линейным методом будет начисляться стандартными способами. Я не буду менять. То есть на срок полезного укажу 84. Могу из анализа субконта зайти непосредственно в карточку автомобиля, самого автомобиля. И посмотреть, что там 84, 7 лет стандартный срок. Значит, постоянная разница для вычисления амортизации. То есть как мы укажем и откуда мы возьмем эту сумму постоянной разницы. Мы должны посмотреть в своей проводке на закладке «Бухгалтерский налоговый учет», что у нас за постоянная разница и откуда мы ее берем. У нас сумма ровная 120 тысяч, поэтому мы берем 120 тысяч и пишем постоянную разницу. Конечно, я советую всегда копировать, ставить, чтобы случайно копеечка не слетела у вас. Копировать, ставить. А так, в принципе, можно руками, можно сумму посмотреть. То есть сумма операции всего у вас с учетом всех налоговых записей, а в параметрах амортизации в налоговом учете мы указали постоянную разницу для вычисления амортизации. 120 тысяч. Пожалуйста, нажмите «Записать и закрыть». Вы скажете, что изменится в данный момент у нас в учете. В принципе, так как мы переоценили с вами на конец января, мы можем поставить в анализ субконта период январь 2016 года. То есть сначала выбрать год 2016, а потом выбрать январь. Январь 2016 года. Кликнуть кнопку «Сформировать» и посмотреть, какие движения были связаны с автомобилем. Давайте по 29 января. Потому что если кто-то уже закрывал месяц в этой базе. По 29 января. Мужчина говорит, рекомендуется выполнить закрытие. Это новшество редакции 3.0, которые появились. Возможность настраивать. Можно скрыть настройки, можно настраивать. Но я всегда люблю, чтобы машина напоминала, надо ли закрыть, мы закроем. То есть регламентные процедуры мы посмотрим обязательно. Посмотрите, у вас есть автомобиль. С 1 января, то есть за январь мы смотрим обороты. И у нас в оборотах приросло на 120 тысяч. Мы видим амортизацию на 1428.60. И видим 83 счет параллельно. То есть 83 имеет сальдо именно по этому основному средству. И когда будут переоценки, потом оценки, связанные с этим основным средством, мы будем их таким образом замечать, изменять. Следующий этап, который мы должны с вами посмотреть и который нам предстоит увидеть, это отразив документ изменения параметра амортизации. То есть мы с вами на конец нашего месяца переоценки на события посмотрим документ, который называется параметры амортизации основных средств. То есть стандартно, когда мы говорим о дооценке основных средств, операцию мы сделали. То есть записи по 0.1 счету и по 0.2 счету мы отразили. Мы также подкорректировали регистр для целей налогового учета, чтобы постоянная разница точно повлияла на разницы в амортизации. А отдельно по-любому нужно на дату сделать изменение параметра амортизации, на дату переоценки сделать изменение параметра амортизации основного средства. То есть как это сделать и как это посмотреть, мы сейчас увидим. То есть можно сказать, что 70% не автоматизировано, 30% есть специальный документ параметра амортизации ОС, а потом будете только закрывать месяц. Операция закрытия месяца, регламентная операция по начислению амортизации. Можно сказать, полуруками все делаем, поэтому это такой специфический участок учета основных средств. То есть если вы стартово увидели, что у нас было основное средство, мы сделали операцию, мы регистр в налоговом учете с вами включили и указали разницу. Дальше мы идем в раздел ОС и НМА, параметры амортизации основных средств. Идем все вместе в программу ОС и НМА, параметры амортизации основных средств. Параметры амортизации могут периодически меняться. Так вот, когда мы будем указывать изменение параметра амортизации основных средств, мы должны с вами создать и сказать, что именно этот автомобиль с этим инвентарным номером в каком учете, только в бухгалтерском или в бухгалтерском и в налоговом. Если налоговому кодексу все равно до этих переоценок, тогда только в бухгалтерском учете. ОС и НМА, параметры амортизации основных средств. Создать изменение параметра амортизации основных средств. Мы на втором уровне 1С на наших курсах рассматриваем изменение состояния основных средств, перемещение основных средств, выбытие, продажи, модернизации, строительство, хоспособ, смрхоспособ, все возможные варианты учета основных средств. Мы рассматриваем инвентаризацию основных средств. А сейчас мы посмотрим с вами по кнопочке создать изменение состояния основных параметров. Не состояние, а изменение параметров амортизации второй пункт снизу. Действительно, по умолчанию машина предлагает только в бухгалтерском учете. И если мы включим Марина галочку отражать в налоговом учете, только в этом случае будет налоговый учет. Но мне он не нужен. Налоговый учет ни в коем случае не трогать. Дата пусть будет 29 января 2016 года. Еще раз напомню, что на конец года будете переоценивать отражать. Просто мы сейчас ежемесячно сделаем эти операции. На 29 января в событии. Показать все в правом верхнем углу. Показать все события. И посмотрите, есть ли переоценка по центру. Если нет, можете создать это всего лишь текстовое поле, то есть в котором вид события, переоценка. Справочник простейший. Практически там 2-3 реквизита. В табличной части есть кнопка заполнить. Я могу заполнить для списка основных, заполнить для наименования. Но я хочу подобрать, потому что именно подбором я определю, есть ли автомобиль и инвентарник. Я выбираю подбор, смотрю автомобиль, перенести в документ. И напомню, если инвентарник не высвечивается, это означает, что вашего автомобиля не было на балансе на эту дату. Юрий, у нас есть на балансе? Высветился инвентарник. То есть мы выбрали инвентарник. Срок полезного использования в бухгалтерском налоговом учете у нас 84 месяца. Ну и сейчас вот по основным коэффициентам с вами пройдемся. Здесь есть в принципе заполнить по наименованию. Машина скажет, больше таких нет по наименованию. Заполнить для списка ОС. Она говорит, будут пересчитаны, да, продолжить. И если я нажму заполнить для списка основных средств, машина автоматически вытащит мне те сроки, которые я собирался руками указывать. Видим? Значит, заполнить для списка основных средств. То есть если я буду сразу переоценивать 10 автомобилей однородных, по наименованию вытащу 10 инвентарных номеров. Так как у нас всего один автомобиль, она вытащила только его и ругается, что больше нет, сколько можно. Поэтому для всех, а только для одного, заполняем основные средства. То есть смотрите, получается 84,84. Стоимость для вычтения амортизации 600 тысяч. Все остальное в принципе мы не указываем. Видим? Хорошо. Значит, обязательно, когда будем проводить этот документ, обратите внимание на все регистры, которые сформирует машина. Обязательно в момент проведения посмотреть кнопку ДТКТ. Мы стандартно на наших курсах учимся правильно работать с документами. Мы смотрим движение. И если вы движение не увидели в регистрах, то лучше бы вернуться назад в документ и проанализировать. Ну и если что, всегда можно ручной корректировкой что-то подкорректировать. Я сейчас корректировать пока не хочу. А что хочу сделать? Хочу начислить амортизацию и посмотреть, как изменится порядок начисления амортизации в нашем учете. Амортизация, порядок начисления амортизации. Но для этого мы воспользуемся стандартной операцией по закрытию месяца. Значит, мы зайдем в раздел операции, закрытие месяца и перезакроем январь месяц 2016 года. Операции закрытия месяца. Выбрать период месяц январь. Отменить закрытие месяца. Всегда отменяем, потому что на нулевом шаге это обязательно. И потом выполнить закрытие месяца. Могу перепроводить и потом. А если нажму выполнить, машина автоматически перепроведет. Всегда отменяйте, потому что по принципу ленности Одинеска может пропустить. Вот все эти нюансы, секреты мы рассказываем на курсах Одинеска. То есть машина может пропустить по принципу ленности некий вариант расчета себестоимости или иные операции. Я нажму перейти к закрытию февраля. Отменить. Выполнить. То есть январь и февраль. Потому что именно с февраля должны вступить в силу все наши январьские изменения. Ну, в март пока переходить не буду. Мне просто интересно посмотреть в феврале месяце движение проводки по амортизации основных средств. Февраль месяц. Амортизация. Показать проводки. Значит, по автомобилю не пугаемся. У нас будут здесь возникать разницы в части проводок движений. Машина должна нам в налоговом учете отразить все как есть. Только если мы сейчас посмотрим с вами бухгалтерский налоговый учет. Здесь она показывает налоговым ту же самую сумму. Возвращаемся в документы отчет анализ субконта. Сформировать его за период первый квартал шестнадцатого года сформировать за первый квартал. И посмотрим на ноль второй счет двойным кликом. То есть, именно по ноль второму счету посмотрим, какие были записи. Значит, у нас была в январе корректировка. В феврале 714286 В марте нужно будет переоценить. Единственное Поставьте, пожалуйста, показать настройки данные в показателях налоговый учет ПРВР контроль. То есть, в отчете карточка счета ноль второго включить показать настройки на закладочке показатель все галочки БУНУ ПРВР контроль валютная сумма и сформировать. То есть, чтобы убедиться, что у нас в январе она разницу показывает. Давайте перезакроем месяцы все кварталы. То есть, в январе амортизация показать проводки. для целей налогового учета она их рассчитала январьские. Я понял особенность. Так как мы не на конец периода, а именно на середину месяца, на 29 января сделали переоценку, машина текущий месяц январь в налоговом учете все-таки начислила эту амортизацию и показала некую временную разницу. То есть, это особенность того, что мы не на конец года осуществили переоценку, а именно на 29 января. Мы можем сейчас с вами переделать наши документы изменения параметров и переоценку на декабрь месяц. С января переначислить, посмотрим, все будет так. То есть, давайте переделаем и посмотрим именно если бы все было как положено по закону. То есть, я зайду в раздел истории, то есть, на панели кнопок у меня есть история. Могу зайти в операции введенные вручную, могу в историю, могу через карточку счета найти 0,1 счет и все-таки укажем, что с декабря мы же хотим корректно вести учет. Поэтому, если все-таки отражать операцию 29 января, нашли ее? Значит, операция 29 января пусть будет от даты 31 декабря 2015 года. От 31 декабря 2015 записать и закрыть. Ну и параметры амортизации найти ОСНМА параметры амортизации ОСНМА параметры амортизации тоже зайти в этот документ и указать от 31 декабря 2015 года. Провести Машина может ругаться, что вы уже где-то открывали записи, поэтому лучше проверить от 31 декабря 2015 время например 23.50 она ставит свое автоматическое, главное, что движения в регистрах у вас будут. Ну и конечно операции закрытия месяца. Операции закрытия месяца перезакрыть месяц. Операции закрытия месяца начинаем с января 2016 года. Отменить выполнить и уже в январе 2016 года у нас должны быть разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Перейти к февралю и февраль отменить выполнить и март отменить выполнить. То есть мы пока сейчас перепроведем и посмотрим именно как изменится данное событие, то есть данная переоценка, как влияет на нашу амортизацию. Январь, февраль, март мы перезакроем и у нас я не буду март закрывать, потому что что-то долго она его закрывает, чуть позже его закроем, уже изменим условия, другие будут условия для переоценки. Итак, если в январе посмотреть амортизацию, показать проводки, машина в бухгалтерском налоговом учете будет нам показывать. постоянную показывает временную. Движение сделано, параметры мы сделали. Разницы не должно быть. Предлагаю сформировать ведомость по амортизации и проверить, как она по ведомости нам покажет, потому что ведомость должна показать, что были изменения. Заходим в ОСНМА и смотрим ОСНМА ведомость амортизации основных средств. Вначале ее посмотрим за декабрь 2015 года, а затем за январь 2016 года. ОСНМА ведомость амортизации основных средств. период декабрь 2015 года сформировать. Конечно, показать настройки и в показателя включить все галочки. ОСНМА ведомость амортизации основных средств сформировать. Сформировать ну и посмотрим, что у нас было торговое оборудование, был автомобиль, причем для автомобиля у нас есть разницы в бухгалтерском учете 720 тысяч, в налоговом 600 тысяч. Видим? в бухгалтерском учете сумма амортизации 8,571,60, в налоговом 7,143, разница 1428,60. Есть. Смотрим месяц январь 2016 года. Значит, в январе 2016 года на начало периода у нас было стандартно. На конец периода машина в бухгалтерском учете считается те же 7,142,86. Значит, если мы стоимость, которая осталась поделим на тот же период 24 и минус один месяц, в налоговом 7, но и разница она должна быть, она ее показывает разницу. В бухгалтерском 7,000 показывает вместо наших 8,571. Значит, это может быть вызвано тем, что сроки стандартные 84, а у нас уже был месяц один использован. Нужно смотреть карточку основного средства автомобиля. что предлагаю сделать? Значит, можем зайти в отчеты анализ субконта по основным средствам, поставить период январь 2016 года, сформировать и посмотреть. Значит, для автомобиля у вас и в бухгалтерском, и в налоговом учете сумма, если сформировать за январь, у вас, если показать настройки, показатели, в бухгалтерском, налоговом, PR, VR, контроль, сформировать, у вас в бухгалтерском, налоговом учете по 0,2 счету будут разницы. Конечно, должна быть постоянной разницы, должна быть сумма 8,000 в бухгалтерском. то есть у нас на 0,2 счете можем открыть карточку автомобиля автомобиля и посмотреть, что здесь сведения, когда он был принят к учету 25 ноября, то есть уже одна амортизация была сроки полезного использования 84. Соответственно, когда мы вводим остатки, и переоценку, мы указываем стандартно сроки основных средств. Если мы укажем срок оставшийся, который там был, то у нас изменится порядок начисления. Я зайду в раздел операции, операции, введенные вручную и попробую изменить вот эту дооценку. Операция, операция, введенная вручную и дооценку в части параметров амортизации укажу срок полезного использования 83. 83. записать и закрыть. Ну и конечно же надо перепроверить параметры амортизации. OSNMA параметры амортизации OS. OSNMA параметры амортизации OS. Заполнить для списка OS. У нас здесь будет 83. То есть срок использования глобальный 84 для амортизации 83. 83. и сейчас январь перезакроем и сразу посмотрим нюансы. Не сейчас перезакрыть показать проводки. Она пересчитала всю сумму разницы постоянные показала, но в бухгалтерском учете результат желает лучшего. Стандартные указания требования фирмы 1С в части до оценок мы сделали. То есть мы с вами в параметрах амортизации указали срок полезного использования, указали прежний срок. У нас переоценка статус, в параметрах мы все сделали. Суммы в части амортизации почему-то в бухгалтерском учете рассчитались не те. Но такое иногда бывает. Конечно, я руками могу корректировать и изменять. Не хотелось бы. То есть отчетность, если нужно посмотреть, вы в отчетности всегда посмотрите, что как баланс изменится и повлияет эта или иная переоценка. В балансе у нас будет первоначальная стоимость минус износ и остаточная стоимость. сумма амортизации считается конечно операцией закрытия месяца. Перепровести мы все это сделали. То есть ежемесячные разницы для целей ПБУ 18.02 они отражаются. Если мы с вами через ОСНМА параметры амортизации, то есть мы указали изменили там сроки стандартно они конечно 84 и не надо их менять то есть они по умолчанию какие есть такие должны быть то есть это не помогает. События с основными есть параметры есть сроки есть если закрыть перезакрыть декабрь я его закрывать не хочу потому что в данном случае ввод остатков то есть доходы расходы не связаны с этим. Давайте посмотрим уценку то есть если нужно уценить основное средство на примере нашего компьютера то есть компьютер морально устарел его нужно уценить соответственно уценка основных средств стандартно это тоже операции то есть когда мы говорим об уценке мы смотрим операции вводим вручную записи по 0.1 счету конечно активы уменьшаются по кредиту и амортизация пассивный счет уменьшается по дебету вручную мы сейчас переоценим наше основное средство компьютер уценим его и посмотрим что будет с ним после этой уценки уценка будет тоже только в бухгалтерском учете в налоговом учете у нас будет некая разница и сумма разницы будет постоянная мы это увидим в закрытии месяца то есть параметрах амортизации мы тоже с вами отразим если стартовый у нас будет компьютер и мы его уценим в параметрах в налоговом учете укажем и разницу с минусом запишем сейчас посмотрим на примере компьютера то есть в принципе должно сработать стандартное событие открываем программу и смотрим конечно я захочу воспользоваться помощником по учету то есть главное вести хозяйственную операцию главное вести хозяйственную операцию уценка это всегда кредит 0.1 счета а дебет стандартно конечно 91.02 если впервые посмотрите у вас множество может быть ручных операций у нас не ликвидация у нас не ранее до оцененного самого средства а именно при первоначальной переоценке то есть у нас дебет 91.02 кредит 0.1 и выбираем операцию клик при первоначальной переоценке дата оценки 31.03 2015 2015 года какие мы возьмем прочие доходы расходы конечно можно взять прочие создать их связи с какой-то переоценкой оценкой то есть я нажму показать все и посмотрю есть ли связанные с переоценкой основных средств значит есть реализация объектов основных есть ликвидация основных есть нематериальные есть прочие имущества прочие различные доходы расходы разница между первоначальной стоимостью ценных бумаг ну стандартно то есть мы не будем выбирать мы можем взять в принципе не учитываемые расходы в налоговом учете чтобы их и это прочее но они учитываться не будут то есть если я сейчас буду писать сумму уценки а мы скажем если компьютер был 4500 и мы его оценили на 10% отчет и анализ субконта я посмотрю по основным средствам что было с компьютером значит компьютер стоил 4500 на 10% это 4050 рублей а износ соответственно на 162 рубля надо будет уменьшить в бухгалтерском учете значит соответственно в операции я укажу сумму минус ну не минус а потому что по кредиту но мы говорим глобально что уменьшение идет по кредиту на 4050 и машина автоматически будет кидать постоянную разницу почему постоянная разница потому что у меня статья не учитываем в налоговом учете они действительно не учитываем я могу ее назвать что это переоценка основных средств и без галочки учитываем в налоговом могу оставить не учитываем значит 91 01 4050 4050 тут же кликаю добавить основное средство какое компьютер тут же кликаю добавить и пробую дебет счета 02 амортизация уменьшается непосредственно от компьютера в кредит 91 01 прочие доходы значит это тоже не учитываем доходы в налоговом учете на сумму 162 рубля 10% от износа то есть переоценка износа компьютера в бухгалтерском учете мы говорим что 0 2 для целей налогового учета изменяться не будет а 91 постоянная разница значит у нас в принципе 162 рубля будет в части и 0 2 постоянная разница и будет пр по 0 первому то есть она доходы расходы сразу сориентировалась в зависимости от статьи а вот сам 0 1 и 0 2 счет не поменяла поэтому мы уберем то что касается кредита налогового учета и то что касается дебита налогового учета сделаем разницу то есть у нас стандартно разницы отразились конечно мы хотим чтобы все эти разницы были занесены на машину в части параметра амортизации по каким регистрам нужно сделать движение по налоговому учету параметры амортизации налогового учета параметры амортизации налогового учета еще выбор регистров и выбираем в регистрах сведений параметры параметры амортизации налогового учета окей или получилась разница сделать все постоянными а теперь на закладке параметры регистр сведений то есть еще регистр сведений найти пар параметры да добавим руками компьютер срок полезного использования компьютера 25 месяцев процент годовой амортизации не нужен нам постоянная разница для вычисления амортизации и у нас было 4050 рублей 4050 рублей то есть мы нажали на закладке параметры амортизации в налоговом учете кнопку добавить срок полезного использования 25 и постоянная разница 4050 кликаю записать и закрыть если посмотреть на момент декабрь 16 декабрь 15 года у нас по компьютеру должна пройти запись что в бухгалтерском учете будет прирост точнее уценка мы же сейчас уценку рассматриваем правильно то есть у нас уценка по кредиту только бухгалтерский учет уменьшится и будет постоянная разница а 0.2 по дебету уменьшится у нас активы уменьшаются по кредиту пассивы по дебету и у нас будут вот такие сальдо разницы постоянные разницы причем когда в бухгалтерском учете сумма меньше чем в налоговом учете давайте отразим на конец года изменение параметров амортизации основных средств OSNMA параметры амортизации основных средств OSNMA параметр амортизации основных средств Создать. Изменение параметров амортизации. Второй пункт снизу. Дата операции 31 декабря 2015 года. Только в бухучете. Событие переоценка. Событие переоценка, а галочка отражает только в бухгалтерском учете. Я вначале подберу объект компьютер, перенеси в документ. А потом нажму заполнить все сведения по нему. Заполнить для списка ОС. Да, пересчитать. Она вытаскивает количество месяцев 25-25. Стоимость для вычисления амортизации 4500. Видим? Кликаем провести. Смотрим проводки. Записи в регистрах по параметрам амортизации у вас есть. Ну и соответственно, если в параметрах амортизации мы указали событие, указали стоимость для вычисления. Давайте еще раз перепроверим в самом документе стоимость для вычисления амортизации. Вот здесь руками всегда будем переделывать. Из-за этого бухгалтерский учет может искажать данные. Когда машина рассчитывает автоматом, она должна заполнять с учетом переоценки. Она этого не делает, поэтому мы ручками ей будем подсказывать. Откроем анализ субконта и посмотрим. С учетом переоценки это 36450. То есть я должен открыть параметры, изменение параметров, документ изменения параметров амортизации. И руками указать сумму 36450. Тогда мы заставим точно, чтобы она работала правильно в бухгалтерском учете. Кликаем провести проводки. В регистр попадет сумма 36450. Предлагаю то же самое сделать с параметрами амортизации для того предыдущего автомобиля. 720 тысяч после изменения. То есть где мы находимся? Раздел ОС и НМА, параметры амортизации ОС. В параметрах амортизации найти изменение параметров номер 1. Для автомобиля указать принудительно руками стоимость для амортизации 720 тысяч. 720 тысяч. Провести и закрыть. Ну и теперь конечно перезакрыть месяц. Операции закрытия месяца. Месяц январь. Отменить. И выполнить. Теперь наш бухгалтерский учет в принципе должен нормально заработать. То есть, когда мы делаем переоценку именно параметра амортизации, после переоценки приходится руками указывать. Достаточно январь. Показать амортизацию, показать проводки. О, теперь все заработало шикарно. Амортизация. Показать проводки. Посмотрите, у вас по автомобилю в бухгалтерском учете осталась сумма с учетом переоценки. В налоговом другая. Есть постоянная разница. И тут временные некие копеечки там возникли. Возможно, неточность в части суммы. Округление. А вот по компьютеру мы все четко точно указали. То есть, 1458, 1620 и 162. Есть? Значит, если мы сделаем следующий месяц, перезакроем, отменить и выполнить. У вас амортизация в феврале месяца продолжится по компьютеру в том же объеме. Ну, сейчас мы усложним пример. Мы скажем, что у нас компьютер после уценки даюра – это в следующем году. А де-факто мы не будем сейчас закрывать все 12 месяцев, чтобы дойти до следующего года. А мы на конец февраля сделаем переоценку компьютера в сторону его дооценки. То есть, изначально была уценка. Мы начисляли амортизацию. Потом мы хотим сделать дооценку компьютера. После уценки. Что для этого нужно сделать в бухгалтерском учете? Дооценка после уценки должна полностью покрыть результат тех расходов, которые были, доходов-расходов, и показать добавочный капитал, если она существенная. У нас было на 10%, именно коэффициент был 10% для уценки. А сейчас мы сделаем другой коэффициент и переоценим имущество, но с дооценкой больше той уценки, которая была до этого. Чтобы задействовать не только 91-е счета, но и 83-е. Предлагаю открыть анализ субконта «Основные средства», сформировать его за период февраль 16-го года. Анализ субконта «Основные средства» за период февраль 16-го года. И посмотреть. У нас в феврале 16-го года по компьютеру была исключительно амортизация, но мне что интересно, посмотреть итоги февраля. То есть на конец периода у меня есть следующая запись. То есть напротив 0,1-го счета у меня суммы в бухгалтерском учете 36,450, налоговом 40,500, временная минус 4,050. У меня на 0,2-м счете следующие записи по компьютеру. Значит, 4374,00, 4860. Ну и вот это 162 рубля. С минусом. Нарастающим итогом, то есть там эти временные разницы есть. Я хочу, чтобы мы попробовали с вами посмотреть вот эту переоценку. То есть что для этого нужно? Заходим в «Главное», в «Вести хозяйственную операцию». У нас сейчас будет дебет 0,1-го счета. Дебет 0,1-го счета. Если чуть-чуть пролистать вниз и посмотреть, где начинаются ручные операции, то у нас не первая переоценка, потому что стандартно у нас сейчас будет 0,1-й уходить на 91-й. То есть дооценка ранее уцененного основного средства. Поэтому я выберу пункт «Создание операции по дооценке ранее уцененного». Но если дооценка будет настолько существенна, что покроют все ранние переоценки, которые уже были, мы должны все, что превышает, скинуть на 83-й счет. Значит, кликаю «Операция» и смотрю. Стандартно 0,1-й счет компьютер мы отправим в доходы, которые не будут учитываться в налоговом учете. На какую сумму? На ту сумму. Вот, например, если у нас переоценка составила... Сейчас грубо возьмем. То есть если у нас была уценка на 10%, и это было 4050 рублей, то переоценка сейчас составит 5000 рублей ровно. Если переоценка покрывает ту оценку, которая была, а оценка была на 4050 рублей, то мы должны показать ровно сумму со значением 4050 в части доходов. Причем в налоговом учете везде постоянная разница. Мы должны покрыть 4050 в части доходов. А дельта 950 рублей, которая выше... Я могу скопировать эту строчку. Отправить на 83-й счет по кредиту. На 950 рублей. В налоговом 0, в бухгалтерском 950. Руками подделываю. То есть я скопировал строку. И получается, если всего ваша переоценка оказалась на сумму 5000 рублей, а до этого по компьютеру у вас уже была уценка на 4050 рублей, то вы должны раскидать сумму, которая была в части уценки, в доходы. А сумма, которая превышает ранее проведенную уценку, в добавочный капитал. В 83-й счет для налогового кодекса вообще не интересен, поэтому там нормально. Что делать с амортизацией? Если амортизация у вас до этого была... 162 рубля у нас была уценка на 162 рубля. Сейчас коэффициентом мы те 162 должны покрыть и должны еще ее доувеличить. Ну, расчетным путем. 4050, 5000. Сейчас мы быстренько рассчитаем. Значит, если у нас есть 4050 и 5000 и 162, 200. 162 и 200. То есть, соответственно, 38 будет превышение. Значит, нам нужно показать проводки по 0,2 счету. Кликаем «Добавить» и пробуем. Дебет счета 91,02. Прочие расходы. Не учитываемые в налоговом. Кредит 0,2,01 по компьютеру. На сумму 162 рубля переоценка износа или перерасчет износа. 162 должны быть постоянной разницы в бухгалтерском налоговом. Стандартно мы сейчас гасим, закрываем те хвосты, которые были с предыдущей уценки. Мы гасим хвосты с предыдущей уценки. На дату 29 февраля 2016 года. На 29 февраля 2016 года гасим старые хвосты. Дебет 91,02, 162 рубля. В налоговом бухгалтерском учете у нас вот такая запись. Помимо этой записи я должен сделать еще одну такую строчку, скопировать или F9. Но уже за счет 83 счета на сумму 38 рублей. И постоянная разница тоже по кредиту 38. То есть у вас, Юрий, по дебету, ввиду амортизации, в одном случае будет расход на 162, которые были когда-то отражены в уценке. И сейчас на сумму превышения 38. Есть? Получается глобально дельта нашей постоянной разницы на 0,1 счете. Посчитайте ее. Насколько мы прирастили наш 0,1 счет? На 5000. Видим это? Ваше основное средство приросло на 5000 рублей. Поэтому прямо сейчас мы укажем на закладке параметры амортизации. А где мы найдем здесь параметры амортизации чуть позже, где мы найдем параметры налогового учета. То есть нужно опять включить регистр. Кликаем «Еще», «Выбор регистров», «Регистр сведений» и ищем параметры. Параметры амортизации ОС, налоговый учет. Параметры амортизации ОС, налоговый учет. Ок. На закладке параметры амортизации ОС, налоговый учет. Добавить в компьютер срок полезного использования его стандартный 25 месяцев, который был. А постоянная разница для вычисления амортизации укажем 5000. Обязательно проверьте дату, пожалуйста. 29 февраля 2016 года. Разница 5000. Срок 25, дата 25 февраля. Кликаю «Записать и закрыть». Конечно, нужно зайти в ОС, НМА, параметры амортизации. ОС, НМА, параметры амортизации. И в параметрах амортизации «Создать изменение параметра амортизации» на 29 февраля 2016 года. Мы себе представим, что это через год. Условно. Подбором подберем компьютер. И нажмем «Заполнить для списка ОС». Да, пересчитать. Заполнить для списка ОС. Да, пересчитать. К сожалению, она руками, то есть автоматически не рассчитывает стоимость для амортизации. Поэтому мы руками это сделаем. 25-25, пересчитать, найдите амортизацию. Вам нужно ее увеличить на 5000. То есть вам нужно написать 41-450. 41-450. Кликаю «Провести», кликаю «Проводки». Единственное, мы события не указали. Вернитесь назад в документ и укажите события. Переоценка. В правом верхнем углу. То есть когда вы в проводках увидели, что у вас событие пустое, надо вернуться назад, указать события с основным средством, провести проводки. То есть мы с вами до этого его уценили. Сейчас переоценили с плюсом и хотим сделать закрытие месяца. Следующий месяц, который мы закроем, это месяц март. Отменить и выполнить. Она говорит с февраля, потому что в феврале были изменения. С февраля начнем. Отменить, выполнить. И потом посмотрим март. Перейти к марту обязательно. Нам нужен месяц март. Отменить и выполнить. Машина закроет месяц март. И мы посмотрим, как в марте изменить. На наших курсах в режиме реального времени мы рассматриваем различные операции по учету и основных средств, и нематериальных активов, и валютные операции, комиссионные, посреднические, агентские. Поэтому ждем вас всех. Вот машина уже провела закрытие месяца. Мы можем посмотреть в марте, амортизацию, показать проводки. Соответственно, я увижу, что у меня уже изменится величина постоянной разницы. И по компьютеру сумма откорректируется. То есть разница раньше была другой, а сейчас она стала... Раньше было 162, а сейчас 200. То есть вот эта сумма откорректировалась. Почему? Потому что, смотрите, когда мы делили с вами 40 тысяч 500 на 25, машина стандартно писала 1620. Когда мы стали делить уже 41 тысячу с копейками на 25, она пишет в бухучете уже после переоценки большую сумму, чем до этого писала. Поэтому здесь все нормально. То есть мы рассмотрели с вами операции, связанные с переоценкой и с оценкой, но здесь нюанс именно в том, что вы должны руками отразить 0.1 счет по дебету или по кредиту 0.2. И единственное, когда будете делать параметры амортизации, в параметрах проверять, вручную переделывать сумму, стоимость для вычисления амортизации. Вот это единственный нюанс, который пока еще не реализован в 1С автоматически, но надеемся, что начнет, если в регистрах написали и отразили, она должна теоретически по кнопке заполнить, вытаскивать сведения из регистров. Пока она этого не делает. Поэтому, если нужно будет переоценить, например, с целью продажи компании, хотите завысить активы или получить кредиты, займы в банках, компания перед контрагентами выглядит привлекательно, вы можете переоценить все свои основные средства. Единственное, нужно помнить, что всегда вы будете обязаны после этого их в дальнейшем опять переоценивать и переоценивать. Всем спасибо. Мы на сегодня закончили. Приглашаю вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Если будут вопросы, ждем всегда. Спасибо.